А вы на какой возраст себя внутренне... Внутренне? Да. Лет на 40, на 35 даже. По поступкам, которые я совершаю. Ну да, нет, это я понял. Просто вот на самом деле все последние картины, как мне кажется, они очень... Вот можно сказать, что это вот ваш внутренний мир. Вот такое впечатление, что Михалков, вот он пытается в себе разобраться. Собственно, то, что делает Ларс фон Триер. Почему вот мы до эфира, я спросил, не будет ли вам обидно сравнение с Ларс фон Триером. Вот потому что тот... Вот тоже человек абсолютно не запаривается по поводу того, что там скажет критика. Вот он пытается в себе разобраться. Вот у меня такое впечатление, вот, и от солнечного удара тоже. Потому что там, как мне показалось, я дилетант, я не являюсь киноведом, я вот просто-просто зритель. Там такое, вот не знаешь, чего ждать. Потому что там смешение жанров. Там есть какие-то даже, какие-то, ну, водевильные моменты. Ну, когда вот сабля падает в спальню. Вот, а там концовка, ну, очень трагическая. И финал с этой песни, ну, он просто вот вышибает все, что можно вышибить у кого угодно. У кого есть все вышибать. Вот вы, когда начинаете работать, вот конкретно мы с вами год назад, когда уже шел монтаж ленты, разговаривали. Вы, когда начинаете работать, и когда заканчиваете работать, вы одинаково себе представляете результат. То есть вы, когда приступали к солнечному вот этому удару, он и виделся вам таким, каким стал в финале, или нет? Или значительные метаморфозы работали? Дело в том, что для меня сценарий всегда был поводом для картины. Даже если это, так сказать, великий писатель. Дело не в том, что я хочу его исправить, не дай бог, или, так сказать, к нему как-то присовокупиться и почувствовать себя его тенью, или даже выше. Дело в том, что для меня сценарий – это импульс, это повод. Потом приходят актеры, приходит натура, приходят детали, приходят вещи, которых нельзя написать в сценарии. Допустим, уходящий пароход в финале, и ее крупный план с биноклем, и его крупный план Георгия Сергеевича с биноклем, когда он смотрит в прошлое, а она смотрит в будущее, это родилось во время съемок. Мы вообще снимали, мы приехали снимать сцену на пароходе, был абсолютный туман, и было так красиво. Говорю, дайте с ней вот крупный план, пусть она смотрит, а потом посмотрим, куда она будет смотреть. А пусть теперь пароход уходит, и он ушел, ушел и исчез в тумане. Это само по себе так красиво было, что я понимал, что это не может пропасть даром. Так же, как в Урге мы уезжали со съемки, и вдруг радуга опустилась просто на всю степь. Я говорю, стоп, стоп, актер, где, она уже уехала, мальчик здесь, здесь, актер, давай, не надо гримировать, халат, да, свой, да, идите, бери его за, идите. И вот идите просто вот туда прямо, идите, три камня. Мы снимаем, что, говори о чем угодно с ним. И они шли, 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 шли на общем плане под эту раду. Из этого родилась сказка, которую он ему рассказывает. То же самое здесь, этот финал, он выкристаллизовался. Другой разговор, что это может быть, как говорил Бергман, я люблю импровизацию, но которая очень хорошо подготовлена. То есть это импровизация, но она настолько изнутри идет, она настолько вписывается, так сказать, в тот общий контекст и общую ткань, что она всегда найдет себе место, если, так сказать, это сделано изнутри. Поэтому очень много там того, что, так сказать, врождалось прямо сейчас. Допустим, коляска, такой поклон Эйзенштейну, что люди неумные и неграмотные считают плагиатом, допустим. Это цитата. Это, конечно, цитата. Но для Тарантино вообще строит весь свой опыт на цитаты. Это поклонник, да. А шарф – это цитата из самого себя. Из самого себя. Невозможно не наслаждаться, когда так трудно работать.